Экологическая беда зависла и над Каменском-Уральским. Самый безопасный для окружающей среды вид транспорта троллейбусы притормозили. Местных такая перспектива давно пугала, ведь городу не хватает денег на рогатых. Областные власти обещали разрулить ситуацию, но сегодня троллейбусы стоят в депо, линии без тока, зато обстановка в Каменске наэлектризована. Подробнее Екатерина Деменчук. Троллейбусов не будет. Электричество кончилось. Рогатый транспорт в Каменске теперь ждать бесполезно. До конечной накануне доехали все городские маршруты. Содержать электроавтобусы городу просто не на что. Но это не объяснишь тем, кто постоянно на них ездит. Троллейбусы не надо закрывать. Пусть ходят они. Почему? Да потому что удобнее. Особенно удобно тем, кто работает на радиозаводе, литейном заводе. А будут ходить маленькие автобусики. Сколько туда народу войдет? Экология станет хуже. Ну правильно? Логично. Меньше троллейбусов, значит больше выхлопов и всего остального. Угроза над Рогатыми нависла давно. По словам транспортников, себестоимость одной поездки на троллейбусе 30 рублей, а пассажиры платили лишь 18. Из-за этого предприятие каждый месяц недосчитывалось около 4 миллионов рублей. Компенсировать убытки перевозчиков не раз обещала область. Ведь у города таких денег нет. Но дальше разговоров дело не поехало. Вскоре встали и сами троллейбусы. Объем перевозимых людей за последние 5 лет сокрасился вдвое. 47 тысяч автомобилей приобретены. Люди пересели на свой личный транспорт. Затраты выросли вдвое на все. А цена проезда осталась той же самой. Теперь весь персонал депо отправлен в простой. Город лишился 20 троллейбусов, которые курсировали между районами, а работу потеряли больше сотни людей. Некоторые водители, заранее почуя беду, стали переучиваться на водителей автобусов. Будем учиться, привыкаем ко всему. До пенсии еще далековато, 5 лет еще. Здесь ничего не изменится. По словам чиновников, на линию троллейбусы уже вряд ли когда-нибудь выйдут. Чтобы возродить электротранспорт, нужны многомиллионные инвестиции. Гораздо дешевле заменить его автобусами. Тех рогатых, что еще на ходу, собираются продать. Хоть какая-то прибыль в казну. Екатерина Деменчук, Новости 41-го канала. Деменчук, Новости 41-го канала.